Ну что, всем Гик Роджерс, поехали! Для начала представлюсь, меня зовут Алекс, по-русски Алексей. Я живу уже в Штатах второй год. Приехал сюда по грин карте в 2019 году. Участвовал в DV, следовательно, в 2019. Заполнял в 2017 году, а выиграл с первого раза. Да, вот такой я в этом плане безунчик. Я живу в городе Филадельфия. Это полтора часа от Нью-Йорка, штат Пенсильвания. Достаточно крупный город. Изначально у меня было два варианта, куда ехать. Это было Чикаго и Филадельфия. Но потом, пообщавшись там с одним человеком, через 5-10 других знакомых, просто списавшись с ним в фейсбуке, я понял, что Филадельфия – это хорошее направление для того, чтобы туда ехать. Точнее, уже сюда. Вот. Так как здесь достаточно большое русское говорящие комьюнити. В принципе, привычный нам климат. Четыре сезона. Да, тут все это присутствует. Вот, возможно, где-то местами более мягче, где-то более, наоборот, более-таки, скажем, пожестче климат, если это можно назвать так. Вот. Ну, направление достаточно хорошее на старт. Самое то для меня, для человека, который английский, в принципе, когда я сюда приехал, английский у меня был максимально ломанный. Ну, если что-то мне нужно было, я задавался этим вопросом, и я это делал. То есть, ну, к примеру, какое-то собеседование прямо на английском я бы не прошел, как на работу. Да, но, допустим, пообщавшись в магазине, что-то узнать, такое там, ну, максимально элементарно. Это как бы было нормально. Далее, уже сейчас, по истечении двух лет, с этим уже получше. Есть очень много куда расти, но с этим получше, я уже могу звонить, могу заводить какие-то small talks, как любят это делать американцы. По-русски это, типа, такие, знаете, у нас там кто-то проходит, говорит, типа, привет, а американцы, они могут на кассе вам там целую, устроить, целый, как бы, диалог там. Чуть ли не на пять, там, минут, может, даже больше. Поэтому, конкретно в моем случае, Филадельфия, хорошее направление было, и, в принципе, я не пожалел, что поехал именно сюда, так как я работаю в сфере телекоммуникационных вышек. И здесь эта сфера достаточно развита, в принципе, большая часть русскоговорящих компаний, которые базируются в северной части штатов, по северным штатам, они находятся именно в Филадельфии. Ну, большинство, реально большинство, и не исключение, что компания, в которой я работаю, она тоже находится в Филадельфии. Вот, поэтому тут сыграла совокупность факторов, что первое, это русскоговорящие комьюнити, а второе, это достаточно плюс-минус привычный нам климат. И третье, это то, что, хотя третье должно быть как первое, это работа, работу, которую я нашел, я ее нашел еще, находясь в Беларуси. Да, немножко еще оговорюсь, я из Беларуси, из города Минск. Так что вот. И когда я еще был в Беларуси, я уже связался с человеком через интернет, созвонился там, аудиозвонок, созвонился, узнал за работу, на вышках, вот человек как раз требовался, работник, ну и, как говорится, плюс-минус я оказался в нужное время, в нужном месте. Вот, поэтому я выбрал город Филобелфи. Что касается моего образа жизни, я бы сказал, что он достаточно активный. С точки зрения каких-то путешествий, туристических моментов, ну и также с точки зрения, скажем так, какой-то в принципе жизненной активности. Могу поделиться небольшим фактом, за последний год, конкретно за 2020 год, я посетил более 30 штатов. Да, это очень круто, и чтобы вы понимали, в принципе, в Соединенных Штатах всего 50. И уже за один год посетить 30, иногда, когда я с кем-нибудь завязываю диалог с американцами, они прям вау, типа, чувак, мы за всю свою жизнь там, не знаю, в 10 штатах были, а ты за год в 30. Но это обуславливается тем, что у меня работа командировочная, поэтому и образ жизни у меня достаточно командировочный. То есть за вот 2020 год, с условием пандемии и небольших, скажем так, перебоев, которые у нас были в работе, они были не очень большие. Исходя из моего образа жизни, я за прошлый год дома, именно в Филадолфии, был где-то 2,5-3 месяца. Остальную часть, то есть там 8,5-9 месяцев, я был именно в командировках. Поэтому это было круто, это было по-своему действительно интересно. Увидеть большое количество разных людей, разных акцентов услышать, также разных, в принципе, отчасти каких-то жизненных позиций людей. То есть в некоторых столь отдаленных, скажем так, штатах, к примеру, там, от Филадолфии, там, самый западный, где был, это был Техас, Техас, Вайоминг, вот эти штаты. Люди, видно, немножко отличаются, но это было интересно. А что касается первых ощущений, первые ощущения были просто непередаваемые, так как это Америка, конкретно это был аэропорт, JFK, Нью-Йорк, это было просто что-то, чтобы вам даже не передать. Ты едешь эти хайвэи, скажем так, первая достопримечательность, которую я увидел, Веризана Бридж, это мост Веризана, это не сказал бы я, чтобы какая-то достопримечательность, это просто достаточно такой красивый мост, это не как Голден Гейтс в Сан-Франциско, ну это, знаете, что-то такое, типа, нету, нету. Вот, поэтому это был такой мост, он достаточно, сам по себе большой, вот примерно здесь вы увидите эту картинку, что он из себя представляет. Вот, это достаточно такое интересное место, и в принципе для меня вот эти вывески, которые все были, потом сам этот мост, хайвэи, постоянный поток машин, там по 6, по 7, точнее по 6, по 8 полос, то есть ты прям едешь, ну реально ты еще, первые ощущения, они достаточно розовые, то есть действительно эти розовые очки, они у каждого по-разному держатся, ну, у кого-то там пару дней, у кого-то пару недель, у кого-то пару лет, да, но в принципе в моем случае это, наверное, было пару месяцев, да, скажем таки, ну, ощущения были очень крутые. А что касается моих ожиданий, знаете, я сюда ехал, и в принципе я понимал, что есть такая небольшая функция в голове, опция, что рассчитывать, что всегда может произойти что-то очень, скажем такой, еще хуже, чем ты планируешь, да, такой, скажем, план B, но в том плане, что ты планируешь одно, но ты должен понимать, что может быть тебе намного хуже, чтобы ты к этому был потенциально готов. И здесь, в принципе, у меня не было таких максимально завышенных ожиданий, потому что я уже в свое время пересмотрел там всяких ребят с ютуба, которые что-то говорят, и я уже в этом плане даже не рассчитывал. Поэтому вот этот порог ожидания реальности, он был достаточно минимальным, так как я, в принципе, понимал, что Америка это не страна, где на деревьях ротный день, вот здесь такого нет. И, ну, если кто-то думает, то это не так. Вот, поэтому достаточно, были вещи, которые в каком-то плане поменялись, мнение к ним, к примеру, ну, в Штатах достаточно другие менталитеты людей, он, в принципе, другой. Здесь все, если вкратце, то тут все заточено под то, что человек работает. То есть он в каком-то плане меньше уделяет времени, допустим, себе и семье, но если он ее уделяет, он уделяет ее качество, да, то есть, то есть американцы в большинстве случаев, они хорошо работают, которые те самые, это лонжер до любивости, больше работают и отдыхают в каком-то плане получше. Ну, вообще, что касается того, что здесь все по-другому, такие достаточно большие различия, это в том, что здесь действительно ты пашешь, особенно первое время, когда ты еще, скажем так, социально никак вообще себя не представляешь, за счет большого количества факторов, язык, какие-то вообще умения, еще что-то, приспособленность, адаптация, то первое время ты максимально пашешь, то есть, это тяжелый период, но я думаю, это хороший период, это действительно тот период, как говорят американцы, экспириенс, то есть, это действительно опыт именно жизни, поэтому главное различие были, что здесь люди реально пашут. Я, когда был в Белоруссии, жил там, я учился, параллельно работал, у меня была от колледжа практика, и также я еще подрабатывал, там, мерчендайзер, там, оставлял товар, что-то такое, постоянно где-то что-то как, назовем так, по-своему крутился, и, в принципе, был всегда занят. По сравнению со своими сверстниками, я постоянно реально был в работе, там, работа, учеба, но когда я переехал сюда, я понял, что все, что было там, это ничего, потому что здесь реально ты работаешь по 12-15 часов в день, 6-7 дней в неделю, да, у меня слышали, иногда бывает, что ты работаешь без выходных, то есть это факт, реально факт, по крайней мере, в той сфере, в которую я зашел, это были вышки телекоммуникационные, сотовые, и первое время я прям чуть ли не молился, типа, блин, хоть бы дождь пошел, потому что в дождь мы не работаем, на самом деле, уже спустя время ты понимаешь, что Америка — это страна-возможность, и это факт, и я слышал об этом, я знал об этом, но только здесь я об этом убедился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!